В Баку парад победы. А в Ереване Хайвай. Сегодня в Баку на площади Азадлык прошел парад, посвященный победе в Отечественной войне. На котором приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Риджеп Эрдоган. А командовал парадом, посвященный победе в Великой Отечественной войне над армией Армении, операции «Железный кулак». Командовал парадом генерал-лейтенант, кавалер ордена, Зафер Кирим Велиев. Это был парад победы нашей доблестной и героической армии над армянскими оккупантами. Когда весь народ Азербайджана сплотился вокруг этой цели в победе и вокруг верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. И этим «железным кулаком» нанес свой удар по армянским оккупантам и захватчикам. И большая роль в этой нашей победе в моральном и политическом поле оказала в первую очередь наша братская страна Турция во главе с лидером и аксакалом тюркского мира Риджепом Теюбом Эрдоганом. Также рядом с нами оказались и поддержали нас в этой борьбе такие страны, как Израиль, Пакистан, Украина, Грузия, Венгрия и другие. Чего мы никогда не забудем этого. Но в то же время в Армении начались центробежные тенденции в кризисе и коллапсе. Дело дошло до того, что страна скатывается к хаосу. Также в Армении не могут переварить нашу победу и во всех бедах ее и в поражении видят вину только в Пашиняне. Только в нем и в других, но только не в своей оккупационной и захватнической национальной психологии. И ярко выражается все это в заявлении председателя партии «Одна Армения» Артур Казинин. Который сказал, что во время Второй Карабахской войне много символических совпадений, написал на своей странице в Facebook председатель партии «Одна Армения» Артур Казинин. Он отметил, что в день государственного флага Азербайджана был потерян город Шуша, в день рождения террориста Монте-Мелканя на Азербайджану был сдан без боя Кельбаджар. Уверен, что есть также много других заранее спланированных символических унижений, с которыми молча согласился и которым подчинился Никол. Ведь мог же он сдать Шушу или Кельбаджар на день раньше или позже. Но нет, он должен был подарить нашу родину именно в тот день, в который приказал Алиев, написал Артур Казинин. Он также представил очередной пример символического унижения. 10 декабря 2020 года в Баку проходит посвященный победе над Арменией военный парад с демонстрацией захваченной армянской военной техники в день независимости сепаратистов Карабаха. Этот день останется в истории Армении как день народного позора, написал Артур Казинин, и как мы видим, на наших глазах пишется история. Баку вернул контроль над всеми семи оккупированными районами, и Южный Кавказ стала иным. Но вот каким именно пока не знает никто. Итоги Отечественной войны и тектонических сдвигов в регионе еще требуют осмысления, но не менее актуальным является вопрос о том, как жить в новой реальности участникам вчерашней войны, когда ее туман рассеялся. Впрочем, рассеялся ли? С Азербайджаном вроде бы все понятно, его убедительная победа очевидна даже для его противников, переживающих шок от крушения химеры иллюзий. Сперва очередными задачами тоже все очевидно. Освобожденные территории нуждаются в глубокой реконструкции, которая займет годы. Изменилась ли ситуация в армянских элитах сейчас, когда армия Азербайджана и международная реакция на войну в Нагорном Карабахе вновь преподнесла Армении горький, жестокий, но необходимый урок. Боюсь, что ответ здесь отрицательный. А здравые голоса, требующие перезагрузки армянской политической ментальности и изменения поведения на региональном и международном уровне хоть и звучат, но остаются скорее исключением, чем правилом. Да и откуда взяться в Армении здравым голосам, если во всей истории армян у них не было ни одного харизматического и общенационального лидера нации. Одни воры, авантюристы, коррупционеры, грабители и военные преступники, которые вели армянскую нацию только в пропасть. И нынешний кандидат от оппозиции 75-летний Вазген Манукян из этой же категории. Он из тех, который был в 90-е годы премьером и министром обороны Армении, а также одним из активных участников оккупации Карабаха. И несмотря на то, что прошло 30 лет, этот фашист и шовинист снова рвется к власти. И при этом делает реваншистские заявления. Или взять нового министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, который видимо еще не вышел от кокаинового дурмана Латинской Америки. И не успев заступить на свой пост, также отметился реваншистскими и неадекватными заявлениями. А масло в огонь как всегда подливает всемирная армянская диаспора и лобби. Взять, к примеру, хотя бы армяно-российские масс-медиа. Где проармянские ведущие типа Соловьева, Шенина, Бабаина и других развязали настоящую травлю против Турции и Азербайджана. Где как всегда одни и те же эксперты и политологи из проармянской команды Симонян, Багдасаров, Сатановский, Юсин и прочие. И это кодло на этих передачах устраивают настоящую тюрко- и азербайджанофобию. Просто бесятся в своей неприкрытой злобе против наших стран. Но среди этого шаколенного воя, нашелся один более и менее адекватный армянский голос. Который сказал, посмотрите на весь спектр армянской политики. За исключением одной партии, все ультрапатриоты. Я не вижу в республиканской партии, процветающей Армении, светлой Армении, Дашнак Цутюн или какой-то другой партии политиков, которые предлагали прислушаться к тому, что нам говорило международное сообщество. А мнение международного сообщества должно быть важно для нас потому, что, когда мы проигрываем, мы бежим к нему и просим помощи. Просим их сделать то, что они не могут сделать, говорит в своем интервью BBS Жерайр Липаритин, с горечью констатируя Карабах не только наша проблема, и пусть посредники решают ее, и если они ее не решат, ничего страшного, у нас есть время. А если будет война, мы не победим. Такое мышление распространено, широко, и все в ответе за него. И даже нынешнее поражение ничему не научила Ереван. Еще не похоронены все погибшие армянские солдаты, а президент Армении Армен Саркисян уже анонсирует подготовку к новой войне, которая, по его словам, будет вестись с участием искусственного интеллекта, и армянам уже сейчас нужно заниматься наукой, новыми технологиями, образованием, чтобы снова не потерпеть поражения. Но я отвечу словами Эльхама Алиева, который на параде победы заявил, что город Иреван, Зангизур и Гечи Махалы – это древние земли азербайджанцев. И отсюда хочу армянам дать один мудрый совет. Я вам советую не испытывать свою судьбу и призывать к реваншизму. А иначе в следующий раз доблестная и героическая армия Азербайджана вернет нас на древние исторические земли наших предков. Азербайджан и азербайджанцы живут одним мудрым принципом – хороший и близкий сосед, намного лучше, чем дальний родственник. Армяне, думаю, что вы не станете испытывать свою дальнейшую судьбу и воспользуетесь моим советом. Автор Габель Мерзуев.